Друзья, всем привет! Утро немножечко не задалось. Как вы поняли, по названию ролика у нас будет автозвук уже в замечательный вот этот Гелендваген. В прошлых сериях мы с вами вместе общались, принимали решение, что нам ставить. И практически 80%, даже 90% затопило заправить. Звучит качественно, громко, ну и по-пацански. Я думаю, ну ладно, надо ставить прайд. Честно скажу, выбором занимался не я, занимался уже Кирилл, который профессионал в автозвуке. Он уже подбирал компоненты. И у меня, видите, будем ставить в штатные места. Потому что салон аккуратный, красивый. Что-то вырезать специально, колхозить, приколхаживать какие-то большие там проставки подиума я не захотел. Хочу, чтобы все в штатные места. Сзади сабвуфер большой, ну и должен быть качественный звук. И чтобы все встало в штатные места, пришлось сделать немножко сборную солянку. У нас не только прайд будет, а у нас будет еще и Урал. Можно сказать, битва двух титанов, прайд или Урал. Потому что один усилитель у нас будет прайд уже на саб, на здоровенный. И второй усилитель будет у нас уже ураловский. Это он пойдет уже на акустику, на всю. Что касается динамиков, задние двери прайд у нас пойдет, соло мини спереди динамики. У нас уже пойдут ураловские, потому что там не позволяет дистанция, не позволяет размер, чтобы засунуть в прайд. Звучать должно все офигенно. Конечно же мы делаем все по бюджету. Есть компоненты, которые стоят 10 тысяч, а есть которые в два раза дешевле. Но звучат они неплохо и для моей машины подойдут. Бюджет изначально был, ну я думал, ну 30-40 тысяч рублей. И с учетом того, что саб у меня уже есть, и он стоит 1015, наверное, такой. Я думаю, ну 30-40 тысяч ввожусь и сделаем гелик. Ну, чтобы нормально звучал, громко и качественно. Потому что сейчас компоненты там все стоят заводские, мерсовские. Нет, пацаны, так не вышло. Потому что начались опять там проводку купить, то, сё купить. И бюджет у нас уже всей этой акустики вышел где-то 50 тысяч рублей. Не мало, но делаем уже как для себя. Так что, пацаны, что я сказал, у нас утро не задалось. Надо Лексуса выгнать. Маленькая беда произошла. Аккумулятор сказал, Денчик, давай до свидания. Я здесь постою, но здесь не надо, нам надо его все-таки выгнать. Подцепили, сейчас он подзаряжается. Подзарядим, выгоним. Ну и будем уже заниматься мерсом. Все это дело устанавливаем. Ну и в конце серии, конечно же, будем тестировать. Возможно, у вас возник вопрос, почему мы это все делаем в гараже, не в Кирюхиной студии. Кирюха переехал, он сейчас на втором этаже гаражного кооператива. И чтобы к нему туда заехать, я не знаю, мне кажется, гелик, во-первых, может не поместиться. А во-вторых, там все углы я точно соберу. Решено было сделать в гараже машину. Взяли с собой все оборудование, все динамики. Ну и за один рабочий день постараемся все сделать. Впрочем, все-все-все, что можно, все меняем. Ай, больно в ноге, бля... А, ну вот, смотри, домкрат заводской. А, это вот так вот в лоседушке поднимать? Стой. Нет топор. Да ну нафиг. Что было найдено в машине? Топор one, штука. Патрубки two, штука. И вот такая вот головка колеса отключилась. Ну топорик вообще элитный прям. Пойдет. У моих друзей One X есть интересный раздел с играми One X Games, где тебя ждут ретро-игры и новые игры. Вся инфа, как всегда, внизу. Да нет, это не может с машиной быть куплено. Мне просто странно, так варель какой-то, все по-английски или... Пока у нас идет установка полным ходом, я хотел бы с Кирилхой пообщаться, еще чтобы вам рассказать, лишний раз еще показать. Хотели сначала всю линейку Прайд выбрать, кроме усилителя. Давай расскажем, почему мы вот в ногах, которые передние, можно сказать, у нас двери, в ногах, где основные, можно сказать, водительские динамики, почему мы Прайд не использовали? В общем, смотри, что получилось. Когда сравнивали еще у меня, ты видел, что магнит намного больше на Прайде. Когда начали устанавливать их, мы столкнулись с проблемой, что магнит не лезет в отверстие, то есть он реально больше, чем вот эта корзина. Ты не захотел как бы ни проставки, ни резать ничего, все оставили по штатным местам, поэтому мы пришли к выводу, что лучше поставить на неодиме динамики. Очень мало весят, они очень компактные. Урал, Патриот Нео. Средний сегмент, да, получается? Ну, вообще, Патриот Нео, это топовая линейка, вот так вот, и он у нас, соответственно, спокойно туда отстает. Ну, вот, можно сказать, для примера, да, вот, было вот такой, стал вот такой магнитофон, а как мне Кирюха сказал, что надо менять. Многие писали, типа, старый Alpine, все крутой, там, но на самом деле он, наверное, неплохой, да, считается? Магнитовый хороший, потому что это Alpine, потому что это старый магнитовый хороший. времен. Я потом в другой проект какой-нибудь поставлю. В этот проект нам что надо было? Чтобы был Bluetooth, да, как я понимаю, чтобы мне было удобно слушать. То есть, мы поставим тебе микрофон, чтобы ты мог разговаривать за рулем. Мы изначально говорили, что 306 будем ставить, это 356. Ну, то есть, он несколько доработан, и у него там еще пульт в комплекте дистанционного управления. И процессорный, да, уже идет, со всеми настройками. Ну, короче, то, что нам надо. В задней двери вот такие Pride Solo Mini, тоже средний сегмент из Pride, да, как я понял. Ну, мы все берем, как бы, цена-качество. Друзья, как вы знаете, я недавно продал Subaru и посматриваю объявления на Дроме, чтобы купить что-то новенькое. А почему на Дроме? Потому что там есть прикольная функция покупка от собственника. Присматриваю свою давнюю детскую мечту. Это Infiniti FX37. Выбираем в характеристиках. Выбираем город, конечно же, Новосибирск. Ну, и нас интересует продажа от собственника. Давайте посмотрим, какие варианты у нас здесь имеются. Вот, по-моему, отличный вариант. Максимальная комплектация Infiniti FX37S. Автомобиль есть в родной краске. Это значит, что человек честно описывает это объявление. И подробно все указывает. Это то, что я искал. Поэтому не стесняемся. Качаем приложение Дром по ссылкам в описании. Ну, и покупаем тачкой вместе со мной. Продолжаем все это дело подсоединять. Как соберем уже. Будем выгонять тачку. Ну, и наяривать на полную катушку. Ну, что, друзья, время уже 8 часов 33 минуты. Начали, ну, во сколько, в 11, да, наверное? Да, в пол 11-го, наверное. Ну, целый день ушел. Ну, это оперативно. Потому что объем у нас был большой, да? Да, все заиграло. Нюансов у нас никаких не было. Все играет, все настроили. Извините, соседи, которые здесь были. Ну, все заиграло очень круто, на самом деле. И даже я меньше его чуть-чуть ожидал, наверное. Печалки отыгрывают просто на все бабки, как говорится. При первой регистрации, при вводе промокода Абрам ТВ тебя ждет до 100 вечно зеленых. Так что не упускай такой возможности. Вводи промокод и участвуй. Звук чистый, звук громкий. Наводок нету, нету наводок. Наводок не будет. Наводок не будет. Честно, иногда, знаете, бывали у меня наводки и в четвертке, да, у нас с тобой были? Мы этот, как транзистор ставили, или как он называется? Ну, шумоподавитель. Ну, такие, да, и все пропадало. Здесь ничего не пришлось ставить. Но с Мерседесом хоть в этом плане повезло. Ну, короче, ребят, остался очень доволен. Конечно, вы хотите послушать, как это играет. Но сейчас уже 8 вечера, не будем ни соседей напрягать, ни еще кого-то напрягать. Завтра уже выйдем на парковочку, навалим. Кирюх, спасибо тебе большое. Обращайтесь. Давай еще раз про твою студию скажем. Сейчас где-нибудь здесь на экране инстаграм высветится. Все, Кирюх, занимаешься, устанавливаешься, ремонтируешься. Установка, ремонт, шумоизоляция, в общем, все, что связано с автозвуком. Ну, короче, ребят, честно, рекомендую, советую. Подписывайтесь на Кирюхин профиль, потому что, ну, реально, человек знает свое дело. Так что все, пацаны, завтра уже включимся, будем тестировать и будем вместе с вами слушать. До завтра. Ну, вот и наступил уже следующий день. Скажу честно. Внутри мы, конечно, быстренько пройдемся, покажем вам все. Ну, мало что изменилось визуально. Новая магнитола. В принципе, динамики поставили в штатные места. Их не видно. Вот тут все под крышечкой. Но звучание, пацаны, одно из самых лучших, наверное, которые у меня были раньше на проектах. Звук тихий, без всяких помех. Ну, наверное, то, что я и хотел. Ну, тихий он в каком случае? Что нет помеха. А играет-то он, мама, не горюй. Просто бас сумасшедший. Орет просто невыносимо. Мы вчера, когда настраивали машину, дом ходуном ходил. Все соседи повылазили. Даже с соседних домов, которые за 500 метров, и то слышали, что Денчик настраивает музыку. Мне просто заглазали. То, что я хотел получить, я получил. Все это вместе с работой мне вышло 55 тысяч рублей. Плюс мы плюсуем саб, как-никак. Он тоже же денег стоит. Это в районе 15 тысяч рублей. Это короб. Блин, сам уже. Это получается. У нас автозвук нам обошелся где-то в 70 тысяч рублей. Дорого это или дешево? Это вы уже напишите в комментарии. Но любой проект, например, настолько же и выходит. Дешевле не получается. Потому что хочется, чтобы нормально играла музыка. Ну, получилось, пацаны, здорово. Сейчас едем на парковку. Будем включать уже треки без авторских прав. Ну и слушать, как это вам передастся через наушники и через динамики. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот мы и припарковались. Светит солнышко, отличная погода и радует Гелендваген. Сразу извиняюсь, что немножечко в пыли мы это исправим в ближайшее время. Открываем давайте сразу все двери, чтобы вам показать, что здесь происходит. А происходит у нас здесь ровным счетом ничего. Точно так, как я и хотел. Передняя дверь полностью пустая. Задняя дверь установлены динамики Pride. Вскоре тут будут сеточки закрываться. Сеточки сразу не было в наличии. Дня через два они приедут. Мы поставим. Как было, так в принципе все и осталось. Ничего нового. Конечно же магнитофон поменялся из визуальных отличий. Ну и самое такое, что отличается, что самое такое видно. Это, конечно же, новый у нас уже Sabic. Это Machete Sport, который у меня стоял на Subaru Forester. Я оставался очень доволен, как он играет. Ну он реально хорошо играет. Не знаю. Мне мощнее точно не надо. Это даже с запасом. Привязали его на такие вот штучки, чтобы он по багажнику уже никуда не гулял. Но так это все дело аккуратненько выглядит. Тут еще расстояние. Сумочки три можно спокойно поставить. И будет у вас все хорошо. Что касается по магнитофону, он самый навороченный, типа самый крутой. Здесь у нас пищалки очень громкие установлены. Снизу у нас уже получаются ураловские динамики. Ну отлично играет, очень хорошо играет. И вот в комплекте вот такой вот замечательный пультик от Kenwood, от магнитофона. Я уже законнектился по Bluetooth. И мы можем включить любой трек, какой нам понадобится. Давайте я сейчас продемонстрирую, как эта система играет. Мы все для чего собрались, чтобы вам показать. И самим кайф получить, потому что мы очень остались довольны, как это все у нас получилось. Ну вот, включаем любой трек. Диджей, музыку! Диджей, музыка! Диджей, музыка! Диджей, музыка! Диджей, музыка! ну что ребят стоит подытожить вообще выпуск все старания минус 55 рублей живых и в общий бюджет минус 70 тысяч рублей остался доволен я рад кто не сидел не слушал град все круто но это не та тачка ребят чтобы это приезжать на парковку открывать двери и чтобы вас там орала слушал знаете которые есть там ну там по 20 динамиков ставят децап и слышно там за 5 километров это та тачка которая для души где чисто находясь в машине ты кайфуешь тебе качественно громко ну и все устраивает машина для себя и музыка сделана для себя это не для понтов чтобы еще раз повторюсь где-то там приехать куда-то там на парковку и там типа смотрите какое там блатной перец типа у меня там вообще орет что у вас так не орет ну короче пацаны я остался полностью доволен надеюсь и вам тоже понравилось собрали из разных компонентов то что подходила сюда по размерам по качеству ну и самое главное по бюджету конечно есть и лучше намного есть и динамики может и магнитофоны ну мы придерживали все-таки бюджета потому что и так получилось не сильно я считаю что дешево затратно также я хотел бы вам напомнить что скачивайте приложение дом кидайте мне ссылки на объявления с продажей от собственника вместе с вами будем выбирать следующий проект принципе у нас получилась вот такая серия оставляйте комментарии вообще как вам зашло и не зашло самое главное что я остался доволен подписывайтесь обязательно на канал подписывайтесь обязательно на все соц сети которые ссылки будут в описании ну а также нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уже следующего видео с вами был как всегда абрам до новых встреч всем пока